МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это мраморная говядина импортного производства. В упаковке почти килограмм. Стоит 130 саманиэли, тысячи рублей. Достаточно дорого и не по карману простым жителям. А рядом точно такое же мясо, только отечественного производства. Не уступает по качеству, а стоит в разы дешевле. Современный животноводческий комплекс. Здесь разводят бычков и телочек премиум-класса. Так в городе Яван выполняют программу импортозамещения. Абердин, ангус, сементаль и герафорд – лучшие мясные породы. Пару лет назад в республику привезли всего 40 голов, а сегодня их уже больше полутора тысяч. Отличие этих бычков в том, что у них сочное мясо, и при правильном уходе они набирают почти полтора килограмма в сутки. А, например, наши местные породы прибавляют только 500-700 граммов. Особым породам особое питание. В составе корма – ячмень, кукуруза и минеральные добавки. В частности, витамины, минеральные вещества, такие как цинк, магний, кальций. Этот набор не случайен. Оно позволяет нашим бычкам в росте и развитии. После питания они усваивают вот эти вещества. И в конечном итоге это сказывается на качестве продукции. В Яванском районе луга ничуть не хуже альпийских, так что чувствуют себя животные как дома. Так что и на свободный выпас отправляются с удовольствием. Летом они не страдают здесь от жары, а разнотравие удовлетворит даже самого привередливого бычка. А вот зимнее питание готовят на ферме заранее. Выращивают специальной культуры. Почти 80% рациона бычков составляют все наши силы. С технологией их заготовки непростая, да и сама работа трудоемкая. Сначала собирают несколько видов трав, кукурузу и злаковые и складывают в гигантские траншеи. Массу надо хорошо утрамбовывать и накрыть пленкой. Так оставить на месяц. Благодаря брожению получится качественный питательный короб. Кормим их два раза в день. Это потому, что сейчас жарко и у них падает аппетит. Ежедневно они употребляют до 32 килограммов корма. За животными ухаживают не более 10 человек. Все потому, что большинство процессов автоматизировано. С пункта управления каждые 20 минут очищают вольеры. В системе подачи воды установлены датчики реагирования. А за животными наблюдают десятки камер в режиме реального времени. Сейчас идет процесс извешивания. У каждого на уши есть такие вот чипы. И чип автоматически читается. Вот эти современные технологии сейчас читают, передают в компьютер. Автоматически онлайн весь, который набрал, идет в базу данных нашей бухгалтерии. Как только бычки набирают необходимый вес, их отправляют в забойный цех в Душамбе. После забоя туша бычка весит примерно 800-900 килограммов. Чтобы ее даже просто разделить пополам, требуются немалые мощности. В ход идет специальный кран и бензопила. Следующий цех разделочный. Здесь работают 10 мясников. У каждого свой участок и свои процедуры. Сначала жиловка. Мясные четверти очистят от жил и ненужных жиров. И на ленточной пиле разрежут на небольшие куски, чтобы можно было упаковывать в вакуум. Сейчас вот очень много стало у нас потребителей, которые в ресторанах и в супермаркетах просят разных стейков. У нас вот 4-5 наимываний стейков, которые рыбай, тамагав, тибон делаем. Кроме того, чтобы мы другие части, грудинку и ребра, все вот эти тоже вакуумируем и по доступной цене продаем в магазинах. Ферма обеспечивает свежим мраморным мясом не только жителей республики, но и промышленные предприятия. На этом заводе производят мясные и колбасные изделия из мраморной говядины. Здесь ежедневно перерабатывают до двух тонн красного мяса. Завод построен на площади 1 гектар. Производственные цеха раскинуты на территории около 4000 квадратных метров. Все производственные линии оборудованы самыми современными технологиями. Колбаса вареная, полукопченая, копченая, сосиски. Всего на предприятии производят около 80 видов мясных и колбасных изделий. Мы постоянно разрабатываем с коллегами новые вкусы, которые еще больше понравятся таджикским потребителям. По словам специалиста, основной упор делают все-таки не на количество, а на качество. Именно поэтому в колбасных изделиях процент свежего мяса не ниже 80. По словам технологов, вся производимая продукция на заводе является натуральной. В них отсутствуют искусственные ароматизаторы или консерванты. Например, в составе знаменитой докторской колбасы входят говядина, курятина, яйца и натуральные специи. Первый этап производства – обработка сырья. Как только свежее мясо поступает на завод, мы тут же принимаемся за работу. Самое главное – делать все быстро и качественно. Например, мы вдвоем можем за час полностью разделать одну большую тушу. Дальше в работу идут только мясо и жир. Их упаковывают в ящики и отправляют в морозильную камеру. С замороженным мясом проще работать. Этот останок способен за час измельчить полтонны мяса. У него несколько режимов. В зависимости от вида колбасных изделий мы меняем режимы и насадки. Готовый фарш отправляют в основной цех. Здесь мясо вместе со специями помещают в кутер, который смешивает все ингредиенты по рецепту. Добавки могут быть разные – яйца или чеснок, оливки или орехи. В результате получится однородная масса. Ну, да, градусы поят. Мы управляем станком с помощью специального планшета. Наша задача – задать необходимые параметры и следить за работой. Этот процесс обычно занимает 30-40 минут. Когда температура мяса в кутере достигает 8 или 10 градусов, его снимают и отправляют дальше по производственной цепочке. На шприцы – так называют станки. Они полуавтоматизированы. Но есть процедуры, которые машине не доверишь. Колбаса готова по форме, но пока не по содержанию. Ее подвешивают на рамные тележки и оставляют остужаться. После того, как колбаса остыла, она проходит термическую обработку. Помещаем ее в специальную камеру, где она варится при 70-80 градусах. На некоторых предприятиях для придания копченого аромата добавляют жидкий дым. Но мы это делаем естественным способом. Древесину завозим из Европы. По словам специалистов завода, последнее время жителям республики полюбились колбасные изделия с различными наполнителями. Мы впервые сейчас в Таджикистане попробовали сделать колбасы с оливками, с фисташками, с шампиньоном, грибами. И мы на пробу сделали впервые здесь. И мы потребителям сейчас это очень понравилось. И они очень с удовольствием все покупают. И есть потребность на эту колбасу именно. А вот гордостью предприятия считается сырокопченая колбаса. Основной ингредиент – мраморная говядина. А вот остальные не раскрывают секрет производителя. Это самая дорогая колбаса наша. Она состоит в 95% мяса здесь. И созревает эта колбаса 28 дней. Надо ее созревать. Но я с уверенностью сказал бы, что такой технологии в Таджикистане нет. Это у нас номер один. Теперь уже полностью готовая колбаса охлаждается в специальной камере до 5-7 градусов. Оттуда ее забирают сотрудники фасовочного цеха. Упаковывают в вакуум, наклеивают этикетку и ставят срок годности. После вакуумирования опускаем колбасное изделие в кипяток. Здесь 94-95 градусов. Так упаковка плотно прилегает к колбасе. В таком виде продукт долго не портится и спокойно может храниться в холодильнике до полутора месяцев. Здесь трудятся в основном женщины. Ходжаева Саида ранее не имела опыта работы в подобных предприятиях. Здесь ее обучили и приняли на работу. Раньше я сидела дома и не работала нигде. Узнала, что совсем рядом открыли завод. Устроилась и теперь работаю. Мне приятно, что помогаю мужу и приношу какие-то деньги в наш общий семейный бюджет. Всего на предприятии заняты около 100 человек. В будущем руководство намерено привлечь больше сотрудников. Ведь если сегодня продукцию экспортируют только в Казахстан и Узбекистан, то в планах освоить новые рынки не только ближнего, но и дальнего зарубежья.